Так, у нас есть четыре варианта, что можно с самскарами делать. Первый вариант – проявить ее, становится легче, но самскара не уходит, и какие-то последствия, если особенно не экологичные, мы сделали, будут последствия нехорошие. Второй вариант – просто забыть об этой самскаре, завалить это все впечатлениями, и она куда-то под пол уйдет, но не пропадет. Тот, она поет вам песенку, она раз, и появится. Третий вариант – человек повезло, перед ним извинились, он как бы утвердился в том, что он был прав, становится легче конкретно, но все равно чуть-чуть она остается, и где-то там живет, и периодически в какой-то момент все-таки может проявиться. И последний вариант – человек по-другому начинает смотреть на эту ситуацию. Но даже в этом варианте, сейчас приготовьтесь, важный момент, даже в этом варианте, я второй раз или третий раз об этом повторяю, все равно старое впечатление, старое впечатление, оно не исчезло. Просто теперь у вас появилось два впечатления об этих событиях. Старое впечатление и новое впечатление. Уловили? Иллюзий, чтоб не было, что вот это она раз и растворилась. Нет, старое осталось. Именно поэтому вроде человек уже как-то вот правильно воспринимает, но все равно как-то тяжеловато. Все нормально, все нормально. Процесс. Я вчера говорил, что прощение – это не вспышка, это процесс. Это процесс. И вчера женщина тут нам, там она сидела в том месте, она рассказывала, как она прощала сначала чуть-чуть, потом больше, потом глубже. Процесс на самом деле, это процесс. И если человек живет по новому сценарию, то есть он получил новое восприятие этих событий от человека, который так видит, то и он пытается жить по этому восприятию, то это восприятие этих событий укрепляется в его сознании. Все. А то уменьшается. В конце концов превращается в такого призрака, который где-то там есть, но он уже не мешает жить. Но полностью этот призрак исчезает только тогда, когда человек достигает трансцендентного состояния. Тоже обманывать не буду. Призрак там есть. Они там, их много может быть. И если туда им кинуть что-то поесть, они могут растолстеть. Поэтому хорошо получить новое впечатление от человека, который правильно воспринимает, и жить по этому впечатлению. Тогда переваривание происходит. И получается, чтобы переваривать, что же нам нужно? Нам нужно общаться с людьми, которые видят мир по-другому. Не просто они говорят, что знаете, вот я всех люблю, вот все такие хорошие. Это слова могут быть все. Надо смотреть, ну реально человек счастлив, насколько он счастлив, насколько он позитивно видит мир, насколько он правильно видит мир. И у нас будет с вами три варианта таких людей. Я расскажу о каждом из этих людей. И это для того, чтобы у вас было понимание, кого надо слушать, у кого надо учиться. Если вы хотите обрести такое новое восприятие мира, оно не только поможет вам переварить прошлые обиды, да? Она поможет научиться тому, как вообще не обижаться просто. Как не засаживать в своем сердце, не заливать свой водоем негативными впечатлениями. Потому что если человеку повезло обрести такое восприятие мира, то негатив не будет поселяться в его сердце. Старый уменьшится, и новый не будет поселяться. Поэтому здорово, если есть возможность общаться с людьми, которые видят мир и события по-другому. Продолжение следует...